эскалация в донбассе на ваш взгляд неизбежно неизбежно по временным срокам согласны ли вы с утверждением экспертов что определяющими должны стать буквально предпасхальные дни возможно майские праздники дома не чувствую это не чувствую какие моменты в вашем вашем сознании за время вооруженного противостояния критические ключевые до сих пор да что вспоминается в первую очередь когда ну если событийно то понятное дело что первые потери я имею ввиду человеческие потери когда мы получили на руки своих ребят уже неживыми первые ошибки настоящие ошибки которые привели к потерям том числе это никогда не забывается недостаточно подготовка недостаточное владение пониманием ситуации недостаточно еще как мне кажется на тот момент сам переход в сознании к тому что мы уже воюем мы подзадержались немножко с этой инерцией мы подзадержались со сломом сознания вот этих состояний нам все еще казалось что с этими людьми еще можно можно их тянуть на свою сторону и были признаки которые были признаки которые нас подтверждали в этих наших рассуждениях и мыслях но время ушло но к сожалению время ушло если бы мы раньше осознали это ну наверное бы чуть-чуть меньше потерь бы мы понесли хотя спрогнозировать все последствия сложно потому что они же ведь тоже тянули резины они тоже задним умом хотели о чем-то договариваться они об этом говорили если окажетесь на позициях с каким бы оружием вы предпочли бы остаться вот находясь в конкретном месте да и в роли уже может быть рядового бойца и в каком подразделении у меня есть свое подразделение есть ребята которые ветераны которые сгруппированы вокруг меня мне есть с кем принять бой и к этим ребятам подтянутся еще те которые в стартовой готовности на сегодняшний день находятся на средних и дальних дистанциях я буду работать со снайперской винтовкой на коротких дистанциях я буду работать со своим модернизированным автоматом а если уж совсем прижмет то по крайней мере переход на короткий ствол у меня отработан очень некачественно поэтому конечно все что будет под руками все мы будем использовать включая трофейные какие-то единицы техники потому что но я по вузовской специальности командир отделения тире оператор наводчик боевой машины десанта поэтому я могу стрелять из пулемета из пушки каково отношение к обвинениям со стороны киева в предательстве до внесения каких-то списков чуть ли не расстрельных никаких внутренних каких-то эмоции вот они козлы там еще что-то абсолютно не возникает это конечно очень не то чтобы лукавая а очень сложная постановка вопроса когда ты какие-то высшие приоритеты ставишь над сиюминутными приоритетами сиюминутный приоритет я подписывал не давал но это не имеет значения подписывал присягу в момент когда я в 94 году пришел служить службу безопасности украины она уже тогда к тому времени получила это название после кгб да я подписывал эту присягу но мои соображения которых я говорил вот пять минут назад они для меня более значимые и кто-то может сказать слушай так каждый может себе любое предательство оправдать поэтому вопрос конечно же сложный но я думаю те люди которые мне верят они понимают о чем я говорю понимают мою позицию